Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем с маленькой притчи. Хасид приходит к Рэбе и говорит, Рэбе, у меня проблемы материальные, кормить семью нечем, очень тяжело, и что делать, я не знаю. Тот говорит, это все не страшно, все можно поправить, молись. Долгит Рэбе, но я не умею молиться. Отвечает ему Рэбе, вот это проблема, тогда действительно есть сложности. Если мы не умеем молиться, если мы не умеем обращаться к Богу, если мы вообще, не дай Бог, этого не делаем, тогда действительно это проблема. И даже то, что кажется нам хорошее, может оказаться совсем другим. Молитва – это обязанность человека. Существует только одно средство, говорят мудрецы, которое помогает независимо от места и времени. Это средство молитвы. Наши мудрецы говорили, что война всегда ведется на материальном уровне и на духовном уровне. Одновременно. Материальный мир соответствует духовным реальностям. Они взаимосвязаны между собой. Тора рассказывает нам, что во время войны с Амалеком, когда евреи вышли из Египта, Машара Бейна, написано, стоял на горе, и руки его подняты были к небу, и пока руки были подняты, евреи побеждали. Мудрецы говорят, что речь идет о молитве. Они символизировали молитву. Таким образом, вот, как бы, та сила молитва, которая была самым даже главным врагом, она была прочерчена именно в этот день, и тогда дана была победа. Талмуд рассказывает очень интересную историю о том, что мать одного из первосвященников регулярно привозила изгнанникам пакеты с едой. Что такое изгнанник? Когда человек совершал непредумышленное убийство, его запирали в город, там изгнание, где проходило, и до смерти первосвященника он там находился. И вот она развозила пакеты с едой для того, чтобы они не молились о смерти ее сына, первосвященника. Это очень сложно понять. Почти невозможно себе представить, что мать первосвященника совершала длительные путешествия для того, чтобы привезти по корзине продуктов каждому из преступников во всех городах изгнания только с одной целью, чтобы просить их не молиться о преждевременной кончине ее сына. Почему она должна... такое... с чего она боялась? Неужели ее так пугали молитвы и убийцы изгнаний? Не думаю. В конце концов, ее сын был первосвященником. Слушайте, это великий человек был юристского народа, святой на земле. Один из самых значительных учителей в области всего. Был такой старец из Кельма. И он отвечал на этот вопрос следующим образом. Убийцы знали, что их возвращение из изгнания зависит исключительно от смерти первосвященника. Но все зависит от Бога. И так, если бы они стали молиться о преждевременной смерти первосвященника, они бы вложили всю свою силу, всю свою мощь, духовную беду, разлуку, все вложили бы в молитву. И это могло бы способствовать тому, чтобы Всевышний наказал первосвященника за малейшую провинность. Молитва, которая исходит из всего сердца, даже если это от преступника, имеет влияние, которое невозможно себе представить. В этом заключается также и ответ на вопрос, почему мать первосвященника считала, что случайный визит просто обычной женщины и пару там каких-то вкусных тортиков удержат изгнанника от молитвы. Вряд ли это. Она хорошо понимала, что изгнанник не обменяет свободу на кусок пирога. Но молитва действует только тогда, когда в нее вкладывают всю душу. Вот какой здесь секрет. С помощью своих подарков она достигала того, что интенсивность немножко молитвы ослабевала. Для ослабления страстности молитвы, способной повлиять на жизнь и смерть ее сына, достаточно было даже маленьких пряников там или каких-то. Это указывает нам на невероятную силу молитвы. Это указывает нам, что каждый из нас обладает такой силой, которую мы даже себе не представляем. Правильная, искренняя молитва может решить вопросы жизни и смерти, говорит Каббала. Мудрецы говорили, что молитва это просто незапасное какое-то колесо, которое вытаскиваешь, когда у тебя неприятности. Это штурвал, который направляет тебя сквозь них по правильному пути. Я повторю еще раз. Молитва это незапасное колесо. Когда мы что-то у нас пробуем, раз я помолился, это плохо работает. Надо, чтобы это было каждодневным штурвалом. Каждый день надо вкладывать себя именно в молитву. Есть три вида молитвы написано. Молитва шепотом. Молитва со слезами. Ворота для нее открыто написаны. И молитва крик, когда с обзором обращенным вверх, когда такая молитва ломает любые ворота. И написана еще интересная вещь, что предпринимая попытку спастись от опасности, любой опасности, мы забываем часто о самом главном действии, которое должно предварить любое. Это молитва. Молитва о спасении. Поэтому мы с вами обладаем огромной силой. Мы с вами богатыри. И вот эту богатырскую силу мы или не используем, или используем по мелочам. Давайте попробуем вместе вложить в молитву какой-то положительный заряд. Причем написаны очень интересные вещи, что даже когда ты молишься о человеке, ты старайся молиться сразу еще и за других, чтобы это была всеобъемлющая молитва. Молитва, она может все. И значит мы можем все. Давайте пробовать. Все в наших руках.